Всем большой привет! И сегодня я хотела вместе с вами сделать небольшую анимацию. Я сейчас учусь их делать в разных программах, мне это очень нравится. И я бы хотела вместе с вами сегодня сделать такую каплю. У меня очень-очень простые анимации, потому что я только-только начала их учиться делать. Кому интересно, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно туда они и идут. Именно там я публикую анимации. Здесь у меня сейчас будет концепция чистый город. То есть это будет для моего инстаграма чистый город. Такая вот агитационная программа. Итак, что я делаю изначально? Я нарисовала то, что мне, скажем так, хотелось. Я, честно говоря, не знаю, может быть, конечно, поиграться с контрастностью, да? То есть, может быть, сделать как-то вот так вот. Знаете, когда бывает уже вроде закончил, уже вроде все сделал, вроде все нравится даже. И начинается какая-то такая история переделывания. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но для меня это прям всегда со мной ведет вот это вот переделывание. Переделывание уже сделано. В общем, концепция такая, что с одной стороны капля воды должна быть чистая, а с другой стороны она загрязняется. Да, то есть сохраним природу. А, еще, кстати, надо какую-нибудь надпись. Ну ладно, надпись потом сделаем. Сначала. Итак, в общем, что я делаю дальше? Сохраняем. Неважно, какой размер, это не для стоков, это просто у меня, скажем так, тренировка. Сохранить. Здесь я храню, скажем так, свои анимационные заготовки. Сохраняем. Программа, которой я буду тренироваться в Фотомираж. Не знаю, их очень много, сейчас это достаточно популярно. И вот сюда перетаскиваю свое изображение. Итак, в принципе, конечно же, вот мы, то есть два, только два инструмента есть в данной программе. Это путь вперед и неподвижность объекта. Допустим, то есть вот так вот, да? Нажимаем play. Обрабатывается. И вот картинка поплыла наша вниз. Ставим, допустим, допустим, вот здесь какие-то опорные точки, которые не двигаются. Смотрим. Вот, видите, оно прочее плывет. Но там, где есть опорная точка, она не плывет. Так. И, в общем, из этих двух инструментов и состоит вся работа. Мне не очень нравится. Если хотите удалить, вот так можно просто куда-нибудь ее сдвинуть или удалить. Смотрим. Почему вот тут не двигается? Так, ну ладно. И вот с этой стороны тоже должно все немножечко плавать. О-о-о-ома-гад. Давайте, допустим, вот так вот отредактируем, повернем. То есть здесь таких как бы там тонких, нетонких настроек нету. Исключительно, ну, как бы вот так вот. Нет, что-то стало все совсем не то. Давайте заново сделаем. И еще здесь удобно то, что если что-то не... Ну, как бы получается, скажем так... О-о-май-гад. Не так, как должно быть, да, можно всегда... Отредактировать именно саму картинку. Ой, вот так вот прям красиво, смотрите, да. А, вот тут, кстати, вообще белые у нас. Почему-то перестала ездить мышка. И еще есть такой прикол, что вот эти вот большие, когда они деформируются, становятся что-то не то немножечко, да. Сохраняем. Так, еще раз смотрим свежим взглядом. Можно, конечно, сохранять предварительные просмотры, но мне не хочется что-то сейчас это самое. Я вижу, что это не то, что мне хотелось бы. Ну-ка. Можно, кстати, медленнее поставить скорость. А, это мы, наоборот, быстрее поставили скорость. Кстати, кому интересно, подписывайтесь на Instagram. lovehome.world И там будет выложено сегодня конечный вариант. Не факт, что мы сейчас здесь с вами его получим. Но, как я хотела показать, сам принцип, чем я сейчас, скажем так, занимаюсь в свободное время, и что меня вдохновляет. Всем спасибо за внимание и всем пока!